Приветствую вас сочнопузо и абрикосы, с вами Федорович. Когда в тренировочных спаррингах бойцы начинают рубиться насмерть с целью нокаутировать напарника, им уже никто не может помочь, только нокаут от тренера. Но это не редкость, как среди новичков, так и среди профи, на которых мы сейчас и посмотрим. Днем нужно думать, а ночью видеть сны. Но бойцы иногда забывают, что на тренировке нужно спарринговаться, а в бою драться. И меняют эти понятия местами. Вандерлей Сильва в зеленой футболке проводил тренировочный спарринг с Майклом Кастой. Но мужик, походу, не совсем понимал, кто такой Сильва и насколько он бешеный чувак. Сильва в зеленой футболке проводил тренировочный спарринг с Майклом Кастой. Майкл начинал добавлять силу и использовать подсечки. Но удар топором – это было последней каплей. Мужик, такие удары нельзя делать в спарринге со всей силы. Это как бить локтем. Это же не писаные правила. В общем, за это от Сильвы прилетело жесткое наказание. Когда падает дерево, все макаки разбегаются. А когда получаешь жесткие удары из-за понтов, начинаешь задумываться. Но это не точно. Кевин Ли в черной форме, профи-боец ММА в спарринге против Кристофера Томаса, решил немного погонять понты и поработать с опущенными руками. За что не раз был наказан. А после того, как бросил Томаса на канвас, был наказан еще жестче. Конечно, профику лучше знать, как ему боксировать. Но своими понтами он соперника явно разозлил. За что не раз хорошо получил. А спарринг превратился в настоящий бой. Индюк тоже думал, что просто плавает, пока вода не закипела. А чудаки думают, что проявив себя на спарринге с профи, станут таким же профи. Легенда Муай Тай Сайн Чай проводит немало семинаров по всему миру. И делится своим опытом с желающими. Проводя показательные спарринги в шуточной форме. Но всегда найдется чудак, который, имея неплохие навыки, думает, что если он начнет рубиться с легендой, то его сразу позовут на супер турниры. Этот мужик решил поработать в полную силу. Но по лицу Сайн Чая было видно, что ему это не нравится. Ведь нокаутировать мужика, который пришел на семинар перед остальными, он не может. Это ведь любитель. Но и выгребать сильные удары тоже желания нет. Вот такие вот дилеммы бывают у добродушных профи. Иногда в борьбе за самку львы разрывают газель. А иногда профи на тренировках устраивают настоящий рубероид, чтобы доказать, кто круче. Камара Усман, действующий чемпион UFC, решил всерьез зарубиться с Майклом Джонсоном, также профи бойцом UFC. Мужики устроили настоящий замес, забыв про то, что это всего лишь тренировка. Хотя, может, они выясняли что-то между собой, так как в конце спарринга успели друг другу сказать пару комплиментов. Если бы собаки умели говорить, люди бы потеряли последних друзей. А если бы боксеры на спаррингах общались словами, а не ударами, может быть, поломанных носов было бы меньше. Невероятная заруба между Жервонтой и Дэвисом, которого вы все наверняка знаете, и Монтана Лааф, также очень перспективным спортсменом с рекордом в 15 боев без поражений. Кто из них начал эту рубку, непонятно. Но по ходу спарринга Монтана говорил Жервонту успокоиться. На что тот отвечал джебами? Конечно, после спарринга каждый из них сказал, что выиграл этот бой, не напрягаясь. Не так хорошо с женщинами, как без них плохо, а для некоторых чудаков плохо без жестких ударов. Каждый профи-боец в спаррингах может контролировать свою силу, но когда против тебя выходит мудозвон, который считает тренировочный спарринг шансом всей его жизни нокаутировать легенду и всем об этом рассказывать в кабаках, «Нужно что-то делать». Этот мужик, одев всю защиту, которая была в зале, решил, что с Сильвой можно поработать в полный контакт и даже его нокаутировать. Но это очень разозлило и заставило Андерсона применить для успокоения мощные колени и локти, которые по понятным причинам в спаррингах не используют. Чем ленивее человек, тем больше его труд похож на подвиг, а чем человек больше похож на знаменитость, тем он больше верит, что сам является этой знаменитостью. Лоуренс Трайбик – всемирно известный двойник Канелло Альвареса, который, кстати, никогда не падал в нокаут. Решил, что вместе с внешностью получил и способности мексиканца. Поэтому вышел на спарринг против Дэвида Хейни, у которого рекорд в 25 побед без поражений на профи-ринге. Но нужно отдать Трайбику должное. Какие-то навыки боксом все-таки имеет. И довольно неплохо рубился с Хейни, который принял этот спарринг как бой чести и, наверное, представлял перед собой реального Канеллу. После слов Мэйвезера успокоиться, пацаны так и поступили, начав лупить еще сильнее, пока Дэвид не отправил Лоуренса на канвас. Отцы хотят гордиться своими сыновьями, поэтому заставляют их делать отчаянные вещи. На этом видео 15-летний сын знаменитого Теофима Лопеса в черной форме вышел на спарринг против 18-летнего Джервонта Дэвиса. Тем временем, как все зрители пытались успокоить пацанов, чтобы они не поубивали друг друга, разгоряченный батя все время кричал малому, чтобы тот бил сильнее и входил в замес. Я понимаю, когда тогда, делают бати с пивными животами, которые не реализовались в спорте в детстве и теперь отдают малых на спорткружки, где заставляют участвовать во всех соревнованиях и относятся к ним как к олимпийским играм, рассказывая тренеру и судьям, что и как нужно делать. Но ТФим чемпион мира, кому как не ему знать, чем такие спарринги могут закончиться. Волков много, а мяса мало, так же и с профи. Их немного, а чудаков, желающих их побить, не счесть. Легендарный Шугар Рей согласился на спарринг с таким чудаком, но сразу оговорил условия, чтобы не бить в лицо, потому что ему сделали операцию на глазах. Мужик, конечно, согласился и сделал все, как договаривались, сразу всадив левый джеб точно в глаз. Конечно же Шугар Рей понял, что словами тут объяснять что-то бесполезно, поэтому объяснил так, как лучше всего умеет. По печени. Когда ворона хочет впечатлить лису, она громко каркает. А когда боец хочет показать себя монстром, он показывает нарезки спаррингов, в которых он классно бьет. Перед боем с Флойдом Макгрегор провел спарринг с Полом Малиньяджи, маленький фрагмент которого выложил в инет. На нем Макгрегор бьет Пола в одну калитку и роняет на канвас. А описание этого видео было не менее ярким. Но беда в том, что сам Малиньяджи рассказал совсем другую историю и сказал Конору опубликовать весь спарринг, а не пару секунд с его триумфом. Чего, конечно, команда Макгрегора не сделала. Хотя, судя по бою с Мэйвезером, там было не все так красиво, как в этих секундах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой самый жесткий спарринг был у вас? Против Тайсона или против тарелки щей? А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Вот так. Раз, два, одному. Второму. Третьему. Четвертому. Пятому. Раз, два, три, четыре. Все, какие проблемы? Вкрутить плечо при ударе, выбросить ручку и обязательно вкрутить кулак. Удар, вернулись. Так, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам. Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум. Вернулись в стоечку. Печень пробили, он локти опустил, подсел немножко, то есть прикрыл после нашего удара. В открытые перчатки бросаем правый прямой. Споймал. Все внимание ушло на голову. И мы добавляем сюда правый лук и отбиваем лук. Продолжение следует.